Приветствую, коллеги! Мы около метро Кантемировская в районе Царицы на юге Москвы. Здесь происходят два события. Во-первых, строительство вот этой Южной Рокады. Вот она, Южная Рокада, идет. Соответственно, здесь она будет соединена с Юго-Восточной Хордой, которая вдоль улицы Бехтерева идет. А мы сейчас идем по Кантемировской улице. Вот она, Кантемировская, проходит. И дальше она будет идти туда, в сторону Каширского шоссе, где будет, соответственно, связано с Каширским шоссе и с Юго-Восточной Хордой. Вот. Значит, этот скверик мы смотрели. Он был огорожен и тут реконструировался. Ну, сейчас вот, видите, открыт. И там строится, видите, дом по реновации. То есть тут два главных события. Вот этот скверик, он так называется, сквер Царицыно. Прямо около метро Кантемировской он находится. Ну, в районе Царицыно, поэтому так называется. Ну, это такое местное название с этими рядом с домами. Хоть и облицованными, но, естественно, советскими 12-этажными домами, идущими в ряд. 60-е годы постройки здесь на Кантемировской улице на перечении с Пролетарским проспектом. Где как раз находится метро. Рядом с метро и знаменитые вот эти дома. Вот. Ну, это скверик такой. Да, мы не смогли попасть в прошлом году в этот сквер, поскольку, соответственно, полностью было огорожено. Тут все перекапывали, перекладывали. Ну, теперь вот попасть можно. Правда, зимой, конечно, тут достаточно некомфортно. Ну, может, как-нибудь летом сходим. Ну, более-менее понятно, что его открыли. Хотя, конечно, зелень тоже вырубили. А вот этот дом по реновации. Он строится, числится он по улице Бехтерева 1. 1-3, как бы так, да, считается. Такой вот адрес. Ну, хотя, по сути, он находится на перечении вот как раз улицы Бехтерева, Кантемировская улица, а также и Пролетарского проспекта. То есть он как бы находится между тремя дорогами. Бехтерева, Кантемировская улица и Пролетарским проспектом. Ну, числится по Бехтерево. Ну, видите, он считается как бы один дом, но на самом деле состоящим из трех секций. То есть кажется, как будто два дома стоят. На самом деле, это как бы один дом, считается. Хотя, ну, по сути, два. Но имеют они как бы три секции. Значит, один, так сказать, ну, как бы переменной этажности, но там небольшая разница. 13-14 этажей. Ну, и видим, что внизу эти секции соединяют все-таки, поскольку это не... Почему все-таки не два дома, считается как бы один, поскольку это общий как бы силобат. Ну, то есть такая как бы нижняя вот территория, да, где как раз будут всякие магазины, салоны и так далее. Вот. Ну, строится он для президента по правильной реновации в районе Царицыно. И строит его на месте сессионных пятиэтажек. Причем пятиэтажки снесли еще давно. Не когда тут недавно, а когда-то еще давно, где-то в конце 90-х годов были тут пятиэтажки в начале Бехтерево. Их снесли, и в итоге, ну, образовалось просто такое пустое пространство. Многие обрадовались, все как хорошо. Можно погулять тут, да, гуляли. Много зелени было вокруг. Вот. Ну, соответственно, радость продолжалась где-то, наверное, лет 20, да. Ну, и вот после этого, значит, соответственно, года три назад начали тут строить вот этот дом по реновации здоровенной, который хотели, кстати, построить еще в 2021 году, сдать в эксплуатацию. Однако вот уже, видите, 22-й год пошел, и вот до сих пор пока еще дом не сдан. Ну, то есть, как обычно, с задержкой все это делают. Но, несомненно, что в этом году его уже, конечно, сдадут в эксплуатацию. Так что вот то, если ждет, то... А, кстати, переселять будут туда, в том числе жители как раз панельных пятиэтажек. Вот с улицы Бехтерева, там 3-5, вот за ним дома находятся, вот такие панельные белые дома. Вот их в том числе будут переселять как раз вот в этот дом. Но они попали в первую очередь сноса, скажем так, скорее всего их. Ну, что, в принципе, более-менее логично. Ну, здесь тоже вот эти дома, естественно, будут сносить по Пролетарском проспекту вот эти, видите, пятиэтажки тоже. Тут тоже, кстати, намечается еще, может быть, стройка по реновации. То есть, возможно, вместо вот этого дома тоже будут строить. Ну, по крайней мере, пока это только планы. А сейчас пока строительство вот этого большого, вот такого дома на большой территории здесь. Так что вот еще будет одна такая высотка. Ну, как мы знаем, тоже частично и коммерческая будет. Не только для приселенцев, а просто сданошку, коммерческую эксплуатацию. Так что вот еще одна такая высотка, новостройка здесь вот рядом с Дрокодимировской. Ну, то есть, Москва все больше уплотняется и качество жизни ухудшается. А что, конечно, печально.